Над приложением для изучения русского языка работали совместно несколько институтов Казанского университета. Институт вычислительной математики и информационных технологий, институт филологии и межкультурной коммуникации, подготовительный факультет для иностранных учащихся и Центр цифровых трансформаций. Мы, конечно, были задействованы при разработке образовательного контента для данных приложений. Даже можно сказать, что разработка данных приложений была в том числе и инициирована подготовительным факультетом, потому что это соответствует потребностям наших учащихся. В 2020 году, когда мы все перешли на дистант, появилась необходимость внедрения новых технологий. И одной из самых больших проблем стала отработка правильного русского произношения при работе в дистанционном формате. В рамках данного проекта выпущено три обучающих мобильных приложения, которые будут способствовать отработке произносительных навыков иностранных обучающихся и детей. Речь идет о приложении «Студейрус» – обучающем интеллектуально-мобильное приложение для отработки произносительных навыков русского языка иностранными студентами. «Студейрус Гейм» – игровом приложении автоматизированного интерактивного обучения аудированию иностранных обучающихся, способном помочь в освоении русской речи на слух, а также школе СовКФУ – приложение для детей, обучающим чтению и правильному произношению букв, слогов, слов и разговорной речи. У нас достаточно большая опытная команда у программистов, то есть все было четко структурировано, спланировано, каких-либо больших сложностей не возникало в разработке. Но, пожалуй, самая сложная задача – это написание этого движка, его внедрение на платформу iOS, потому что математики, естественно, разрабатывают движок абстрактно на математических языках, а программистам необходимо к себе на каждую платформу его переносить. То есть движок, он, конечно, кроссплатформенный, но дорабатывать его под iOS, под Android – это отдельная задача. Важнейшим достоинством проекта является его комплексный характер, объединяющий последние научные изыскания в области лингвистики и методики преподавания русского языка как иностранного, новейшей цифровой формы воплощения. На текущий момент приложения бесплатны и доступны в текстовом режиме в App Store. Выход расширенных версий продуктов на массовый рынок планируется в 2022 году. Елизавета Никитина, Универньюз. Универньюз. Универньюз.